Открытая сессия состоялась в Михайловском сельском поселении. В этот день собрались жители села Михайловского и хутора Ананьевского, квартальные, специалисты районной администрации, руководители различных служб. Приняли участие в работе сессии глава района и депутаты законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куимжеев и Сергей Орленко. С докладом о проделанной работе за прошлый год выступила глава поселения Елена Клеменченко. Основное внимание в работе главы направлено решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, сокращение недоимки по сбору налогов на доходы физических лиц, составляющие основную часть местного бюджета, а также благоустройство и санитарного стояния территории села. Поделилась Елена Клеменченко жителями и планами на будущее. Косметический ремонт зрительного зала Михайловского сельского дома культуры. Приобретение кресел в зрительный зал в Дом культуры. Оформление земельного участка под торговые ряды по улице Кооперативной 12А. Также в планах на 2018 год продолжит оформление прав собственности на имущество, находящееся в казне администрации. Начальник районного управления ветеринарией Григорий Сокол довел до владельцев подсобных хозяйств важную информацию о заболеваниях свиней и принятии необходимых профилактических мер. Убедительно просьба, что необходимо те, кто все-таки имеет дума на своем подворье свиней, я думаю, что такие есть, чтобы они следовали при забои на трехинероз, куда опаснее заболевание для человека, чем африканская чума свиней. После выступления докладчиков, жители активно обсудили наболевшие вопросы с главой района и депутатами Законодательного собрания Краснодарского края. Проблемы касались отсутствия специализированных кадров в местной амбулатории, общих хозяйственных и технических вопросов больницы и многоквартирного дома, в котором располагается амбулатория, дальнейшей судьбы устаревшего бесхозного здания бывшего детского сада. В этом году мы хотим поменять крышу, насколько для нас это будет возможно. Так вот, хочу узнать, как больница будет участвовать в этом, то бишь помочь нам как-то, потому что они тоже находятся под этой крышей. Адам Джарим вместе с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края обсудили возможность решения этого вопроса. По вашему вопросу, раз вы делаете самостоятельно, у вас получается, я хочу сказать, с процентом собираемости 57%, он без бесконечности будет двигаться по этой программе, потому что на сегодняшний день по потолку отсечения был 80%, то есть прежде всего, да? То есть, и раз уж вы, извиняюсь, скажем, поэтому ничего, и никто, никогда у вас не получится, вы просто в регламентную сетку не попадаете, вас будут двигать все время, у вас нет собирательств. Но раз вы проводите средства за свой счет, то в соответствии с законом вы вправе, вам расскажут, как ошибки, процедуру, потраченные деньги поставить себе в зачет и не платить до момента этого, как бы, вот эти взносы. Что я вам рекомендую сделать? Давайте мы еще раз, кажется, выяснили ситуацию, что можно предпринять, чтобы чем-то помочь этому дому. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко рассказал жителям о своей готовности участвовать в жизни сельчан, поблагодарив депутатский корпус и главу Михайловского поселения за целенаправленную плодотворную работу. Моя деятельность как депутата-постоящего, то есть находящегося постоянно в Законодательном собрании, она будет тоже нацелена на то, чтобы помогать району, помогать с родственниками, ну и делами. И вот буквально сегодня мы с Адам Шахмельчем очень предметно общались на то, как потратить депутатский фонд, как работать с поселениями. Проблем очень много в России. Но я думаю, в ближайшие пять лет я постараюсь максимально в них вникнуть. Естественно, под руководством главы района часть этих проблем разрешить. Итоги сессии подвел глава района Адам Джарим. Подчеркнул, что только совместная налаженная работа дает положительные результаты в выполнении намеченных целей и задач. Чтобы вы понимали, не для галочки мы сюда приезжаем, не для того, чтобы кому-то понравиться или сказать добрые слова. Мы приезжаем, чтобы узнать проблемы и сразу же их решать. Я уверен, что мы к 130-летию села Михайловского подойдем с хорошими результатами, с чистой красивой станицей. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». 23 января состоялся выездной прием граждан в Азовской амбулатории. Глава района вместе с руководителем Северской районной больницы Манолисом Ананниковым пообщались с жителями о медицинском обслуживании населения. Прозвучали вопросы открытия аптечного пункта вблизи амбулатории, приобретения вездеходной санитарной машины для перевозки тяжелобольных людей. В этом году приложу все усилия, потому что тут требуются машины, на самом деле. Азовская амбулатория известна высоким и своевременным качественным обслуживанием пациентов. Прием проводят квалифицированные специалисты с чутким и внимательным отношением. Жители довольны оказываемыми медицинскими услугами. Очень довольна, потому что здесь коллектив очень сплоченный, дружный. Меня никогда не выбрасывали. Я вижу, люди тоже идут, идут, идут. Я хочу сказать, что врачи очень специализированы. Пообщались азовчане с местной властью и о других проблемах станицы. Глава взял на личный контроль такие вопросы, как улучшение качества дорог и улиц, устранение перебоев с электроснабжением, систематические трудности водозабора. Проблема с освещением улиц в вечернее ночное время была решена на месте. Житель улицы 8 марта вынес предложение выступить инвесторам и приобрести фонари за свои средства. А установка ламп будет произведена силами администрации азовского сельского поселения. Я верю, Адам Шахметович. Спасибо ему, мы часто встречаемся. Круглый стол у нас там всегда, каждый год. Ну, я думаю, что-то сдвинется с места. Прием граждан в медучреждение говорит об интересе местной власти к проблемам здравоохранения в станице. Эта работа дает право не замалчивать и не игнорировать возникающие проблемы на месте. Важность и необходимость выездных встреч с главой района, особенно в медицинских учреждениях, отметили все азовчане. Только систематические встречи с властью позволяют им быть вовремя услышанными. Конечно, нужно, да. Потому что не постоянно выберешься, а так приехали те к месту, как бы очень удобно. У нас очень серьезная проблема по электричеству. Не хватает трансформатора, но, естественно, не дешево стоит. И поэтому будем ждать, когда решатся наши проблемы. В конце встречи глава района вместе с первым заместителем Мариной Наумейко отметили, что для решения наболевших вопросов жителей станицы будут приложены максимальные усилия. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы стартовал в Северском районе. Торжественное открытие организовало Управление культуры. В зале и на сцене в этот день были настоящие патриоты. Главным оружием российского народа во все времена были честь и мужество. Превозмогая усталость и боль, советский солдат освобождал родную землю от немецких фашистских захватчиков. Верность долгу, патриотизм и единство многонационального народа Кубани придавали силы, поднимали станицы и хутора на борьбу с оккупантом. Гордитесь своей Родиной и будьте достойными подвига предков. Чтите светлую память павших, тех, кто освобождал Краснодарский край, Ленинград, Сталинград, тех, кто поднял Красное Знамя над Рейхстагом. Уважаемые ветераны, дети войны, вдовы и тружени детелы, без вклада каждого из вас не могла состояться от победы. Мы в вечном долгу перед вами. Пусть к вашим орденантам и медалям добавится еще одна награда. За ваше терпение, мужество, выдержку, стремление изгнать с родной земли врага наши теплые слова, благодарность и уважение. У страны, которая не помнит своего прошлого, нет будущего. Радует, что в Северском районе историю родной армии знают и чтут. Ей, освободительнице, посвящают стихи. Молодецкая удаль бойцов раскрывается в танцах. Героизм русских солдат воспевают в песнях. Все, кто с оружия в руках отстаивал независимость нашей родины, шагал дорогами войны, спасал от терроризма, прошел службу в вооруженных силах, говорят о том, что армия – это школа жизни, которую должен пройти каждый. Мероприятия военно-патриотические всегда были важны для нас, не только для нас, для ребят, потому что это память. Мне пришлось захватить маленько войну, и я знаю, что такое война, потому что нас бомбили. А день победы, встречая, я кричал дома, ой, опять началась война, потому что я знал, что это такое. Но оказалось, что это не война, а был уже салют 45-го года. Армия – это школа мужества и мастерства, боевого мастерства. Каждый мужчина должен отслужить в армии, потому что это будущее защитники нашей страны. Армия – это сила, армия – это воля, армия – это дружба, где понимается товарищество. Вот надо идти в армию, год отслужить, много товарищей приобретешь, закалишься, как человек там в армии. В школе преподавал, ребята уже отслужили, пришли, и говорят очень хорошо. Побывать в армии, отдать долг своему отечеству. Армия учит многим качествам необходимым мужчине. Это прежде всего нахождение в коллективе сугубо мужском, это очень воспитывает. Во-вторых, это понятие дисциплины, понятие устава. И в-третьих, патриотическое развитие человека. Человек учится защищать своего родину и своих товарищей, свои семьи, своих близких. И как в подтверждение, 20 лучших учеников школы номер 43, будущие защитники Отечества, в этот торжественный день вступили в ряды Северского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Вступаю в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Всегда быть верным своему отечеству и юнормейскому братству. Клянусь! Клянусь! Районный историко-краеведческий музей для проведения церемонии был выбран не случайно. Здесь, в окружении молчаливых свидетелей славных воинских дел своих предков, новобранцы осознают большую ответственность, которая ложится на их плечи вместе с погонами юнормейца. Я очень горда за свою родину. Я готова нести это звание юнормейца и с честью готова служить ей. Меня переполняет чувство гордости за нашу страну и за то, что меня взяли в приеды юнормии, так как это очень почетно. Я собираюсь участвовать в военно-патриотических акциях, помогать слабым. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы пройдет во всех поселениях под девизом «Овеяна слава и родная Кубань». В школах, домах культуры и сельских клубах состоятся торжественные и памятные мероприятия, посвященные столетию российской армии. У обелисков и мемориалов пройдут митинги, посвященные 75-летию освобождения станиц и поселков Северского района от немецко-фашистских захватчиков. Запланированы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, участниками локальных войн. До 23 февраля в работе месячника примут участие общественные объединения, местное отделение ДОСААФ России, военно-патриотические и казачьи клубы, студенты и преподаватели средних специальных учебных заведений. Великое время рождает героя, где с честью о нем говорят. Он тот, кто стоит на защите покоя. Он образ, русский солдат. Ему неизвестно ни трусость, ни ботлость, не знает пощады к врагу. Ему лишь известно солдатская доблесть. И в зной, и в мороз на снегу. Но сколько б не летли к нему век за веком, он сущность свою сохранил. В душе оставался всегда человеком. И заповедь Божий хранил. Летели столетия, менялась эпоха, и время чекарило шаг. Но с родиной он до последнего вздоха, как доблестный крейсер-варяг. Он клятву давал, как молитву читая, и верных народу хранил. Себя не щадя и подчас погибая, другому давал право жить. От героев былых времен не осталось порой имен. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам, завещанный одним, мы в груди храним. Кирилл Колодкин, Алексей Концисвитний, телерадиокомпания «Атаман». Говорит и показывает «Атаман». Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова